МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мошенники пытаются незаконно продать земли лесфонда. Современные методы лечения и диагностики, они меняются очень быстро. В округе прошла научно-практическая конференция на тему онкологических заболеваний у женщин. Было принято решение, и быстро нашелся у нас подрядчик. То есть работы начались позавчера, а сегодня заканчивали. Дополнительная полоса движения появилась на улице космонавтов. Когда, например, занятия по физкультуре, тут можно очень хорошая спортивная площадка. Спортивный праздник прошел на школьном стадионе гимназии номер 44. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и служб рассказали о проделанной работе на прошедшей неделе. За минувшую неделю в правоохранительные органы поступило 1800 обращений. По ним возбудили 30 уголовных дел, из которых 24 раскрыли по горячим следам. Неделя была сложной. Первое сентября было. Личный состав практически задействован на охрану общественного порядка. Предстоящие недели будут также сложные. Это не городов наших округов пройдут. Это Люберцы, это Латкарина, это Держинка. На прошедшие недели в округе дорожники устранили 38 ям и установили 7 лежачих полицейских. Также по обращениям жителей дома номер 5 на инициативной улице отремонтировали тротуар. Также проведена покраска бортового камня по улицам Кирова и Власова. Протяженность выполненных дорог составила 2460 метров. В ходе проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения удалено 11 аварийных деревьев. Опилено с целью обеспечения видимости дорожных знаков 17, выкворчено 14 пней. Аварийные деревья устранили и в парке Малаховское озеро. На Наташинских прудах и в парке Сказок отремонтировали уличное освещение. В Краскове проверили готовность котельной к осенне-зимнему отопительному сезону. Котельная 2017 года постройки обеспечивает теплом и горячей водой 6 многоквартирных домов и детский сад. Перед началом отопительного сезона провели ревизию насосов и задвижек, проверку приборов измерения и гидравлические испытания. В городском округе работает 81 котельная. Все они готовы к осенне-зимнему периоду. В домах отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха опустится до плюс 8 градусов. В первую очередь мы пускаем тепло. Это социальная сфера, это сады, это школы, это больницы, это поликлиники. Ну а потом жилой сектор. Наши жители очень быстро реагируют, если, скажем, холода, нет тепла или там еще какие-то проблемы. Пишут, мы тоже на это реагируем. Поэтому мы, по сути, к зиме готовы. Ну, все зависит теперь от погоды. В Люберцах прошел очередной рейд судебных приставов по квартирам должников за жилищно-коммунальные услуги. Жители задолжали Люберецкому городскому жилищному тресту более 700 миллионов рублей. Что грозит злостным неплатильщикам, смотрите в нашем сюжете. Здравствуйте. Приставы, кто-то беспокоит. Люберец прям надел. Проходить. Приставы вместе с сотрудниками управляющей компании приходят к должникам, которые не оплачивали счета больше трех месяцев. Причина неуплаты у каждого своя, но платить придется в любом случае. На имущество, которое есть в квартире, накладывают арест. У должника есть 10 дней на погашение задолженности. Если за 10 дней долг не уменьшается, имущество выставляется на публичные торги. И вырученные средства идут на оплату услуг ЖКХ. Если должник не оплачивает задолженность и просрочит оплату задолженности, сумма задолженности увеличивается на размер исполнительского сбора, что составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей. Нередко житель не знает о своих долгах. Проверить можно на едином портале госуслуг. Там же оплатить. Если сразу погасить всю задолженность не получается, можно взять рассрочку. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Стараемся найти совместный выход из сложившейся ситуации. Мы предлагаем заключать с нами соглашение. Соглашение – это что-то наподобие рассрочки. То есть человек приходит к нам, заключает соглашение, где прописывается непосредственно, когда и сколько он будет оплачивать. У каждой восьмой квартиры в округе есть неоплаченные счета за коммунальные услуги. Ситуацию держат под контролем. Каждый месяц в суд подают больше ста заявлений на неплательщиков. И такие рейды проводят регулярно. В августе судебные приставы изъяли имущество на 500 тысяч рублей. И арестовали три автомобиля в счет погашения долгов. С первого сентября началась плановая модернизация мусорных контейнеров по всей Московской области. Одним из первых стал городской округ Люберцы. По нескольким адресам установили новые баки для сбора сухих отходов. Как оценили новинку жителей, расскажем прямо сейчас. Новые контейнеры из пластика. Их сделали из переработанных бутылок, собранных в рамках программы по раздельному сбору мусора. Старые баки были из железной сетки с тяжелой крышкой. По словам жителей, возникали сложности в использовании. Нередко закидывали весь мусор в общие отходы. Вообще, конечно, потрясающе, потому что для сухого мусора ящик немножко неудобен был. Неудобно складывать бусор большой какой-то. Те же бутылки пятилитровые, пластиковые. И вообще что-то объемное. Поэтому очень хорошо даже, что их меняют. Теперь легкую крышку сможет поднять даже ребенок. Пока в Люберцах установили 10 таких контейнеров. Но в ближайшее время планируется заменить все старые баки. Региональный оператор «Эколайн-Воскресенск» производит установку емкостей для сбора сухих отходов в соответствии с новыми стандартами Министерства ЖКХ. Баки будут меняться в процессе выхода из строя старых емкостей. И постепенно мы заменим все емкости в городском округе и не только. Раздельный сбор мусора ведется в Подмосковье с 1 января 2019 года. За это время многие уже привыкли делить отходы на смешанные и вторсырье. К нему относятся пластик, металл, бумага и стекло, которые потом везут на переработку. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Московской области отремонтировали 90-тысячный подъезд по программе губернатора. Ювелийный объект находится в Люберцах на Комсомольском проспекте 19, корпус 2. Какие привилегии получили жители многоквартирного дома, узнала наша съемочная группа. То, что этот подъезд особенный, можно догадаться еще при входе. На двери памятная табличка. 90-тысячный подъезд отремонтированный по программе губернатора, которая стартовала в 2016 году. Внутри тоже все по-другому. Вместо стандартного косметического ремонта, необычный дизайн и живопись так захотели жители дома. Я проживаю в этом доме уже с 2003 года. И всегда старались поддерживать эту обстановку во дворе. И по площадкам, и по дому, и по подъезду. И как-то вот содержали все в чистоте. И вот получилось так, что нам так повезло, что нам губернатор дал такую вот программу. И вот нам сделали столько всего хорошего. За свою активность жители подъезда получили подарок от губернатора Подмосковья. Сертификат на экскурсию в Коломну. В целом городской округ Люберца отличился от остальных муниципалитетов. Справился в этом году с ремонтом подъездов раньше всех. Люберцы досрочно, не дожидая сроков, в августе полностью закончили 6 августа программу. И те обязательства, это более 230 подъездов, которые нужно было отремонтировать. И они это сделали. Они ни в коем случае не искали причину, природа, погода, экономика и так далее. А действительно сделали для людей. Вот это дорогого стоит. Всего с начала реализации программы «Мой подъезд» в Люберцах отремонтировали более 3700 подъездов. В следующем году работа продолжится. И, возможно, еще один юбилейный 100-тысячный подъезд тоже будет на территории городского округа. В Люберцах завершаются работы по ремонту дорог. На улице Космонавтов появилась новая полоса движения. Ее проложили за три дня. Работы принял глава округа Владимир Ружицкий. Дорожный трафик на улице Космонавтов интенсивный. Раньше практически всегда на данном участке образовывалась пробка. Была всего одна полоса для движения прямо и направо. И те, кто ждал зеленую стрелку, задерживали поток. Теперь для поворота выделили отдельную полосу. Здесь поворот на улицу Южная. И понятно, что правый поворот. И здесь всегда пробки, скопления. И было много жалоб. И было принято решение эту дорогу, по сути, на один ряд расширить. Такое же расширение сделали по улице Электрификации. Такие локальные решения позволяют каким-то образом упорядочить движение, уйти от пробок. На выполнение работ потребовалось три дня. Укладывают 100 метров дорожного полотна. К вечеру планируют полностью укатать асфальт. И полосу можно использовать. Было принято решение. И быстро нашелся у нас подрядчик. То есть работы начались позавчера, сегодня заканчиваем. В округе завершаются все запланированные работы по ремонту дорог на текущий год. Отремонтировали 44 участка. В стадии окончания хлебозаводской проезд. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участок Малаховского лесничества стал объектом наживы мошенников. В интернете опубликовано объявление о продаже 50 соток земли на улице Пушкина. Продавец просит 35 миллионов рублей за участок, который принадлежит лесному фонду. В деле разбирался наш корреспондент. Я всю жизнь прожила в городе, училась, работала. И с годами все-таки поняла, что хочется быть поближе к природе. Поэтому задумывалась о покупке недвижимости за городом. В поисках покупки мечты Татьяна Данилова наткнулась на заманчивое предложение. Чистый малаховский воздух и огромный участок в лесу. Мысленно представив будущий дом, женщина выехала на указанный адрес, чтобы увидеть территорию своими глазами. Меня смутил один факт, что участок находился не где-то в граничащей территории или рядом, а непосредственно в самом лесу. Вряд ли внутри леса могут быть официально действительно легализованы продажи участков. Сомнения в законности продажи привели Татьяну в прокуратуру. Не хотелось становиться жертвой мошенников, но желание купить участок в экологически чистом районе все-таки осталось. Жительница Люберец твердо решила, сделка состоится только после официальной проверки. Я написала заявление по данному факту и прокуратура сообщила, что в течение 30 дней в установленном законном сроке данное обращение будет рассмотрено и я получу уведомление о решении. Первым делом сотрудники прокуратуры отправили запрос в комитет лесного хозяйства. Выяснилось, что участок с указанными кадастровыми номерами имеет стопроцентное наложение на земли Государственного лесного фонда. Принято решение об отмене всех нормативно-правых актов по поводу выделения земельных участков, расположенных на землях Гослесфонда. В проведенной городской прокуратуре проверкой установлено, что при формировании и выделении данных земельных участков были использованы поддельные подложные документы, которые были предоставлены в администрацию. Городской прокуратуре направлено исковые заявления в суд о возвращении данных земельных участков в собственность Российской Федерации. Тем не менее, на некоторых сайтах недвижимости до сих пор висят объявления от горе-продавца. Более того, предложение еще актуально. Я звоню по объявлению по поводу продажи участка. Вы еще продаете его? Какой адрес интересует? Московская область, городской округ Люберцы, Малаховка, улица Пушкина. В настоящее время прокуратура направила материалы проверки в следственное управление МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и установке лиц, причастных к совершению мошенничества. На территории городского округа Люберцы работает компания, которая занимается разработкой и производством комплексных систем противопожарной защиты и средств обеспечения пожарной безопасности. Холдинг отметил в этом году 30-летие со дня основания. Коллектив и руководство предприятия поздравил глава округа Владимир Ружицкий. Машковский завод противопожарных изделий и красок – одна из частей крупного научно-производственного объединения. Вот уже на протяжении трех десятков лет здесь выпускают около 20 наименований продукции. Огнезащитные краски и штукатурные смеси, а также противопожарные преграды и огнебиопропитки. Поставляем по всему СНГ, Российской Федерации и в некоторые страны и зарубежья. Наш покупатель – это индустриальное производство России, строительство, стройки. В общем-то, это очень востребованная продукция, потому что она позволяет спасать жизни людей. Именно поэтому предприятие не останавливается ни на день. И даже во время пандемии коронавируса завод работал в штатном режиме. День рождения компании – еще один повод подчеркнуть ее значимость и отметить лучших сотрудников. Я мысленно желаю, чтобы вот эти 30 лет, они были только началом вашей бурной деятельности, чтобы двигались вперед, потому что ничего на месте не стоит. Есть технологии, есть, конечно, какие-то научные изыскания, научные подходы, какие-то новые требования. И в них надо как-то устоять. Поэтому я думаю, что у вас в этом плане получается. В настоящее время на заводе работает около 100 человек, преимущественно жители городского округа Люберцы. У руководства компании большие планы по расширению. В этом году закупят новое оборудование и откроют новые производственные площади. В Красковский храм Владимирской иконы Божьей Матери посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он возглавил торжественное архиерейское богослужение в честь 190-летия строительства каменного храма. Церковное место Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Красково известно с 17 века. Много столетий церковь была деревянной. И только в 1831 году было принято решение возвести каменный храм с колокольней. Строительство шло два года и в 1833-м храм осветили. Мария Суханова, постоянная прихожанка храма, знает его историю с детства. Он разрушен был во времена революции. И даже говорят, вот я слышала такое, что выносили иконы из этого храма. Эти иконы складывали и был огромный костер. Горели эти иконы. Некоторые, вот моя бабушка, они подбирали иконы. Просто замечательный храм. Мы его очень любим. В советские годы храм пережил трудные времена. В 1934 году его закрыли и восстановили только в 1990-м. Сейчас это центр духовной жизни в Краскове. На воскресную службу приходят и взрослые, и дети. В этот храм мы ходим уже, наверное, 20 лет. Приход очень хороший, дружный. Поэтому, чтобы побольше людей ходило в храм, приходило к Богу. 5 сентября в храме собралось около 200 прихожан. Они почтили память Владимирской иконы Божьей Матери и отпраздновали 190-летие каменного храма. Разделил радость с прихожанами архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Его Высокопреосвященство приветствовали глава округа Владимир Ружицкий и воспитанники воскресной школы. Сияние свеч, лампад, икон, наш храм сегодня озарет. И Богородица сама благословляет всех любя. Сегодня мы празднуем память иконы Божьей Матери Владимирской. Точнее, мы чуть-чуть передвинули это празднество, потому что сам праздник будет 8 сентября. Но поскольку воскресный день, мы приняли решение при достаточном стечении богомольцев молитвенно почтить сей славный образ, который и наше Отечество, и нашу столицу ограждал. Сегодня еще и большой юбилей, такая круглая дата со дня основания сего святого храма, с того времени, как здесь начала теплиться молитва. Архиепископ Аксий возглавил божественную литургию. На Люберецкой земле высокопреосвященнейший владыка провел богослужение не в первый раз. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла научно-практическая конференция, посвященная диагностике и лечению онкологических заболеваний у женщин. Участниками встречи стали врачи-онкологи, химию, радиотерапевты со всей Московской области, а также ведущие специалисты федеральных исследовательских центров. Подробности в материале моих коллег. В рейтинге самых распространенных онкозаболеваний среди женщин первое место у рака молочной железы. Ежегодно во всем мире его диагностируют у миллиона 250 тысяч пациенток. В этой же структуре органы женской репродуктивной системы. На нее приходится около 17% всех случаев. Проблема актуальна и требует постоянного внимания врачей. Современные методы лечения и диагностики, они меняются очень быстро, и мы будем следить и внедрять в практическую деятельность нашу. Возможности лечения и диагностики, и лечения улучшились. Это позволяет нам выявлять опухоль на ранних стадиях. От этого эффект лечения зависит. А еще эффект лечения зависит от опыта и квалифицированности врачей. Делиться наработками и в то же время черпать знания у коллег. Помогают совместные научные встречи. Одна из последних конференций онкологов прошла по инициативе Люберецкой и Подольской больниц. При выборе темы форума остановились на самом распространенном женском недуге. Исходя из физических данных прошлого года, выявляемость рака молочной железы сейчас достигает 70%. То есть можете представить, примерно 70% женщин, у которых выявлен рак был на первой-второй стадии, они практически выздоровеют. И поэтому я всех призываю не бояться к психврачу и раз в год хотя бы проводить не только осмотры, но и исследования регионологические, которые называются маммографические исследования. В Люберцах подобный онкологический симпозиум прошел впервые. Но организаторы планируют сделать такие встречи регулярными, проводить их не реже одного раза в год и посвящать каждой конференции новую тематику. Дождь не помеха. В поселке Малаховка состоялось праздничное открытие новой детской площадки. Ее построили по программе губернатора «Наша Подмосковья». На праздники побывали и мы. «Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной?» Слова известной песни актуальны и сегодня. Малаховские дети с удовольствием играют на новой площадке даже под моросящим дождем. Новые качели, карусели горка радуют ребят. «Мне очень нравится, и эта площадка очень крутая. Я таких качелью никогда не видела». «Мне понравились качелью ленки. Очень весело, громко, прикольно. Мне все здесь понравилось, красиво здесь». «Вот это действительно магия, представляете?» «И вкусно». Для детей накрыли сладкий стол и приготовили сахарную вату. Ребята подкрепились и принялись играть с аниматором. У детей праздник, родители счастливы. «Я думаю, что вы вместе с детками будете довольны. Мы, администрация городского округа Люберца, во главе с главой Владимиром Петровичем, работаем непосредственно для наших жителей и во благо наших жителей. Вам хорошего настроения, приятного местопровожения на детской площадке. И я уверен, что благодаря вашей активной позиции мы и в 2022 году обустроим не менее того количества площадок, которые обустроены в этом году». В текущем году установили пять новых игровых комплексов по всему округу. За эту площадку голосовали сами жители Малаховки на портале «Добродел» в 2019 году. Сейчас началось новое голосование за выбор мест, которые благоустроят в 2022 году. Оставить свой голос может каждый совершеннолетний житель округа. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. После уроков – спорт. На новом стадионе гимназии номер 44 состоялся праздник физической культуры. Спортивные секции выступили с показательными номерами. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Проявить силу духа школьники могут в разных видах спорта. Баскетбол, художественная гимнастика, танцы. Сюда приходят заниматься ребята из других школ. Только на карате ходят около 50 детей. Начинаем мы брать ребят с 5 лет. То есть это большой путь. И уже к 12 годам они выходят подготовленные. И могут уже выходить на большой уровень. Представлять на соревнованиях. На областных, всероссийских и чемпионатах мира. Еще в первом классе Даниил Дроздовский и Варвара Никитина выбрали карате. Занимаются уже 5 лет. Когда на улице теплая погода, тренировки проводятся на свежем воздухе. Летом этого года на территории гимназии открыли новый стадион. Ребят эта новость обрадовала. Нам очень он понравился. На нем очень удобно заниматься. И это намного лучше, чем в зале. Видите, здесь свежий воздух и больше пространства. Мне здесь намного больше нравится. Когда, например, занятия по физкультуре, тут можно очень хорошая спортивная площадка. На пустом поле всего за 20 дней установили современный оборудованный стадион. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Отличная площадка, конечно. Тут и полейбол, баскетбол. Неплохо было, чтобы футбольное поле было. Но будете играть в мини-футбол на небольших полях. Кто любит воркаут, гимнастику, тоже всегда это будет. Гимназия номер 44 – не единственное учреждение в Люберцах, на территории которого в этом году построили стадион. Работы ведутся и в гимназии номер 41. На территориях школ, везде, где позволяет участок, где нет коммуникации, мы везде будем строить такие стадионы, спортивные площадки. Во дворах у нас сейчас запрос тоже больше даже смещается на спортивные площадки. Некоторые с тренажерами, просят люди. Помимо спортивного участка, на территории 44-й гимназии рабочие обустроили удобный подход к стадиону. На стадионе «Зенит» прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд. Это первые подобные соревнования на ледовой арене, которая открылась в марте этого года. За выступлениями спортсменов наблюдала наша съемочная группа. «Хоккей – это для сильных, успешных мужчин. Так это или нет?» Новая ледовая арена впервые принимает у себя любителей одного из самых популярных в России видов спорта. Попробовать свои силы и побороться за кубок главы городского округа «Люберцы» вызвались четыре команды. «Особенно не готовились. Для меня это вообще начало сезона, первая игра в этом году. Так что будем как-то так импровизировать». Импровизировать можно, ведь этот турнир не для профессиональных хоккеистов. Главные условия для участия в соревнованиях – возраст старше 18 лет и желание погонять шайбу. В составе команд – друзья, единомышленники, а также целые трудовые коллективы. «Наше предприятие поддерживает множество спортов – футбол, волейбол, большой теннис, маленький теннис. Каждый сотрудник звезды находит свое направление. Наша команда еженедельно готовится в этом ледовом дворце. Мы играем каждую пятницу вечером». Возможность тренироваться имеют все и взрослые, и дети. Несмотря на то, что ледовая арена открылась совсем недавно, она уже пользуется популярностью и востребована среди жителей городского округа «Люберцы». В настоящее время в спортивном объекте занимаются хоккеем около 40 детей. В конце сентября уже планируют провести для них первый турнир. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялся чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа. Городской округ «Люберцы» впервые стал площадкой проведения подобных соревнований. Как все прошло, расскажет наш корреспондент. Развивает ловкость, координацию, скорость движения и глазомер. Спортивное метание ножа – новое направление, которое стремительно набирает популярность. С первого взгляда может показаться, что это опасный вид спорта. Так же думали родители Глеба Войтиковича, но он доказал обратное. Сначала не поверили, спросили, что это за вид спорта. Но потом я все объяснил и очень понравилось мне тоже. Он пригодится в жизни, является боевым, поскольку я собираюсь выступать в сантуру. Хочу стать мастером спорта, преподавать этот вид спорта. Но перед тем, как стать мастером спорта, нужно преодолеть немало этапов. Один из них – чемпионат и первенство Московской области. Удачное выступление дает путевку на всероссийский турнир в Анапе, который пройдет с 10 по 12 сентября. Среди детей – 40 претендентов со всего столичного региона. Возраст от 12 до 17. 12-13, 14-15, 16-17. У нас три категории разной дистанции. Дистанция 3-5-7 метров. У нас соревнования разрядные. По результатам этих соревнований будут присвоены юношеские и взрослые разряды. Взрослые будут метать завтра. Завтра у нас будут метать ВАИ, то есть Российское общество инвалидов, спортсмены и, соответственно, наши метатели. Метание ножа – это еще один вид спорта, который планируют развивать в Люберцах. В ближайшее время на базе стадиона «Торпедо» откроется секция. На данный момент идет набор в группы. А уже в конце мая жители округа покажут мастерство владения ножом на первенстве муниципалитета. Луизия Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Член Международной академии искусств Александр Сироткин представил публике свои лучшие работы. В честь 70-летнего юбилея художник открыл выставку в картинной галерее. Для нашей съемочной группы он провел персональную экскурсию. Собрались там ребята, хотели сломать вот этот сарайчик. Я подхожу, ребята, вы что хотите? Говорят, вот сломать. Я говорю, ну я художник, я хочу просто это пописать. Ну они мне сказали, бутылочку дашь нам и мы оставим тебе. Ну я им дал 200 рублей на бутылочку. И весь день я, ну пока еще, ну часиков, наверное, до 4, до полчетвертого писал. На следующий день, в воскресенье, я приезжаю, этого места не было. Все. Вот теперь в Латкарне этого нет, а у меня вот эта работа осталась на века. С каждой работой связана какая-то история. В каждую картину вложена душа. В путешествие по разным уголкам мира Александр Сироткин запечатляет воспоминания на холсте. На персональную выставку художник отобрал подмосковные пейзажи. Решил показать исключительно родные просторы, потому что презентация творчества посвящена Дню рождения живописца. Я считаю, что наша Подмосковья самая красивая, особенно не осень, не зима, или это все времена года. Я просто наслаждаюсь. Но больше всего Александр Сироткин любит русскую зиму, признает только пленаризм, живопись на открытом воздухе. И даже сильные морозы не останавливают художника, если его заманила красота заснеженной природы. Я вот на 23 февраля вышел, был мороз в 18 градусов. Когда закончил, было 28. Пишу без перчаток. Надо ощущать кисть. И через себя вот это все проходит, чувствуешь вот это движение. Увидеть красоту природы Подмосковья глазами Александра Сироткина можно до 31 октября. В картинной галерее представлено более 100 работ художника, большую часть которых он создал за последние 4 года. Луиза Егия-Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.